Здесь мы вечером подводим итоги событий, которые стали сегодня, и говорим о некоторых других вещах, которые нас тоже, безусловно, интересуют. Меня зовут Андрей Юртаев, и в этой студии я нахожусь вместе с Александром Байковым. — Здравствуйте. Герои выходных. Битвы за место под солнцем на востоке. ИСКА после двух поражений принимает довольно-таки приличный Минск. — Да, но это то, что сегодня. А прежде чем начать говорить о сегодняшнем, мы бы хотели вернуться еще в воскресенье, потому что вчера ЦСКА у себя дома принимал Череповецкую Северсталь. И в этой игре было сразу два важных момента, о которых мы бы хотели поговорить. Мы начинаем с Александра Радулова, потому что этот форвард выходил на матч, имея 299 результативных передач в континентальной хоккейной лиге. Чтобы первым в истории лиги добраться до отметки в 300 передач, ему понадобилось всего примерно 2,5 минуты. И вот таким образом он вывел Игоря Григоренко на бросковую позицию, ну и набрал эти самые 300 очков. А ЦСКА открыл счет в этой встрече. Вот как ты думаешь, Александр ведь он не только одну результативную передачу сделал, он еще забил, сам еще сделал 5 результативных передач. Дисквалификация, которая у него была перед этим, могла как-то повлиять на его действия в игре против Северсталя? Безусловно, она должна его мотивировать, поскольку Александр лидер и та ситуация его не могла не задеть. Он очень правильно отреагировал на этот момент и, скажем, вернул команде должок за то время, пока команда играла без него. И вернул очень красиво, вернул, то есть во всех голах он не просто поучаствовал, а создал те моменты для того же Григоренко, который провел очень хороший, очень хороший матч. Не просто хороший, но вот в отсутствие Радулова не так хорошо получается у первого звена, и поэтому его роль крайне важна, он сыграл здорово. Ну и еще один герой этой встречи, это, конечно, Игорь Григоренко, который отметился сразу четырьмя заброшенными шайбами в покер. Давайте посмотрим, как эти шайбы забрасывались в матче. Еще раз, да, мы вспоминаем самый первый гол, который и стал юбилейным для Александра Радулова с точки зрения результативной передачи. Это момент, когда был открыт счет в матче 1-0 на третьей минуте уже игры. После этого Игорь Григоренко забивает уже на шестой минуте, то есть 2-0 к отрезку матча, когда еще только-только, может быть, кто-то там подтягивается на трибуну, и не все, может быть, игроки еще успели понять, что происходит. Второй период, счет 3-1 в пользу ЦСКА, еще один пас Александра Радулова и гол Игоря Григоренко. Это хет-трик к середине матча, да, второй период. Не вижу кепок. Ну, да, да, пока вот, к сожалению, не всегда у нас подобные вещи происходят. И уже концовка игры, счет 7-2 в пользу ЦСКА, но ЦСКА продолжает атаковать, и снова Александр Радулов, опять же, здорово разбирается, опять же, пас на кутак. И Григоренко забрасывает свою четвертую шайбу в матче, и 8-2 это счет армейцев в этой игре. Классные рабочие голы забил Игорь, мы видели во всех ситуациях, это работа на пятаке, работа разная, и в добивании шайб, и в поиске места, и в выигранной борьбе на пятаке. Он находит эти шайбы, и мы видим, что Радулов доставляет эти шайбы, они попадают точно в крюк. То есть, важность своевременной передачи, конечно же, ключевой момент взаимодействия первого звена и Григоренко, и Радулова конкретно. При том, что с ними играл Сергей Андронов в этой игре. Для меня не удивляет, да, поскольку Андронов может добавить той агрессивности, которая необходима этому звену. Прохоркин не всегда или временами может давать ту энергию, вот в данном состоянии Прохоркин, который находится сейчас, он не может давать ту энергию, которая необходима первому звену, для того, чтобы каждый день делать свою работу на все 100. Ну и в завершении этой темы отметим, что у Александра Радулова сейчас 148 заброшенных шайб, то есть, в принципе, на этой неделе он может добраться и до отметки в 150 голов в рамках континентальной хоккейной лиги. Вот такие цифры очередной юбилей. Ну и с удовольствием поздравим его и с этим, если это будет на этой неделе. А если не будет новых удалений, дисквалификаций, да, когда придется выпускать врачи? Ну и с удовольствием, поскольку, ну, наверняка, и руководство отреагировало на это, и были штрафные санкции какие-то примененные, но он выдал блестящий матч, и акцент нужно сделать именно на этом. Теперь давайте переходить к тем встречам, которые сегодня состоялись. И начинаем мы со встречи «Лады» и «Трактора». Эти команды играли друг с другом совсем недавно, на прошлой неделе, и в той встрече матч завершился со счетом 1-0 в пользу тольяттинцев, и Илья Ижов в той игре показал великолепную игру в воротах. Ну, а вот как все сегодня складывалось. Сегодня трактор на площадку вышел без Яна Буллиса. Ян Буллис заболел, насколько нам известно, и вообще не поехал на выезд этот с трактором. Ну, а без Буллиса вот каким образом складывались, развивались события на льду. На восьмой минуте Мартин Затевич открывает счет в этой встрече. Вот так это все и происходило. Хорошая передача, очень своевременный бросок, и застает врасплох гарниту. Да, самая концовка теперь первого периода. Мы видим, что Денис Голубев получает по лицу клюшкой от Данила Губарева. Еще раз повтору этого эпизода. И в большинстве Лада продолжает играть уже и во втором периоде. И сам Денис Голубев отправляет шайбу в ворота Майкла Гарнета. Второй подряд красивый гол, что в прошлой игре забивает победный гол для Тюшова. И здесь мы видим, как Кондратьев проиграл позицию. Нагло на стырну полез, принял решение атаковать, а не вставать в позиционную атаку. И это решение оказалось верным. Спустя буквально минуту еще раз в шайба влетает в ворота Майкла Гарнета. Василий Стрельцов выигрывает в бросовании, Александр Стрельцов бросает и забивает. Стандартная ситуация. Еще один из козырей сегодня от Лады. То есть выигранное в бросовании, проигранное Заварухиным. Стрельцов на Стрельцову, брат. Стрельцов на Стрельцову, да. И продолжается хоккей. Мы видели, что Андрей Николишин взял тайм-аут. Но не очень это помогает челябинцам, поскольку на 33-й минуте свой гол сбивает Антон Шенфельд, получив шайбу в полном одиночестве перед воротами. Мы видим, как Пистунов играет авантюрно, довольно-таки оставляет за спиной Шенфельда, который реализует свои шансы. Во втором периоде Надежду Трактору дарит Артем Пеньковский. Сольный проход и хитрый бросок из-за ворот с рикошетом от вратаря. Ну, не без ошибки. А Ежова обошлось. Несколько курьезный гол. Но поздравим Пеньковского. Второй гол в этом сезоне. Да, мы продолжаем смотреть на Пеньковского, как на потенциального кандидата в состав молодежной сборной России. И вот сегодня он такой заброшенной шайбой отмечается. Еще один момент ближе к концу уже встречи. Третий период. И Мартина Ружечка здесь клюшкой своей попадает по лицу Шулакову. Вот этот эпизод. Ну, все нормально с Шулаковым. Ну, понятно, неприятно. Понятно, там была кровь. Четыре минуты получила Ружечка. И на этом игра и в итоге завершилась. 4-1 победа Лады в этой встрече. Касаемо Лады, надо поздравить третью победу в матчах с прямыми конкурентами. Как раз то, что необходимо делать сейчас всем. Эта борьба ведется. И Лады приблизилась сейчас после этих трех побед. Кубковой восьмерки есть все шансы, если они будут продолжать играть. А на Востоке там вообще такая плотность, что одна победа. Именно так. Но три победы не так часто было у Лады в этом сезоне. Они стабилизировали игру. Сегодня надо отметить звено номер 4. В последних двух встречах они третий период не проводили на площадке. Сегодня голы и Стрельцовы со стандартной ситуацией с выигранного выбрасывания. Это хороший момент для Лады. И необходимо держаться сейчас за эту ситуацию. Касаемо трактора, но есть проблемы. И те проблемы их не решить в одночасье, которые сейчас достались Николишуну уже от прошлого. И как раз проблема во многих вещах. Мы можем говорить о позиционной обороне. Мы можем говорить о построении средней зоны. Мы можем говорить о плохом большинстве. Мы можем говорить о безответственном отношении к своей работе, по сути. Тех участников, тех игроков, которые находятся в его распоряжении. Поскольку, допустим, в голе, который был первый, который Зачевич забирал. Давайте прямо посмотрим еще раз. Первая шайба из игры «Лада Трактор», которая сегодня состоялась. И как раз ты начал говорить про Зачевич. Хотел бы акцентировать внимание на том, что не все есть тактическая ошибка. Мы видим построение в средней зоне и ничего не мешает. Мы видим Ружечка, который праворукий едет сзади за Зачевичем. И он безвольно этот момент не дорабатывает вовсе. То есть на прямых ногах, не включаясь. Если бы он помог своему партнеру, что является важной частью игры, важной частью командной работы, то, конечно же, этого гола не было. И он помог своему партнеру. В принципе, простейшая ситуация, очень простой гол пропущен от «Трактора». И цена этому, отсутствие работы Ружечки в данном эпизоде. И в приличных командах за такой сажают на лавку или отправляют в раздевалку. А «Трактор» — неприличная команда, и Ружечка продолжил играть, да? Он продолжил играть, но сейчас не так много ребят может использовать «Николишен». Как раз к руководителям, наверное, и к тому же Сергею Гомоляку вопрос. Если необходимо помочь тренеру, поскольку были допущены ошибки, но нельзя ставить крест на сезоне, необходимо выправлять ситуацию. На мой взгляд, одним из решений в управлении ситуации, во-первых, одна легионерская позиция есть сейчас. Во-вторых, Ружечка, который плохо играет в чемпионатах, где необходимо бороться каждый день, выживать, а не по пустому льду кататься. И гипотетический скачков, допустим, приобретение сделано. И салавата его выдергивать? Ну, допустим, у которого не все так складывается в том же салавате. Еще одно третье готовое звено. Два первых и три звена. И те ребята, которые есть, молодые, безусловно, талантливые. Но чтобы играть на таком уровне и бороться за кубковую восьмерку, все-таки надо их больше ротировать и ротировать больше в четвертом звене. Те, кто имеет на данный момент хорошую форму, плюс конкуренция между ними, конечно же, сделает такое четвертое наглое звено, которое в прямой конкуренции составит конкуренцию тем трем первым. Еще из этого матча, я знаю, ты вырезал один эпизод. Что это такое? Этот эпизод, я хотел бы сказать, что не все действия поддаются тактическим. Есть то, что ты готов вложить в момент. Вот здесь мы видим проигранное вбрасывание и как на это реагирует Попов. То есть он не садится под шайбу, не пытается выручить партнера, который проиграл вбрасывание. Я хочу для примера привести недавний матч питерцев против Динамо. Мы видим в одной смене три раза ложится игрок. Вначале Вишневский, потом Кокарев два раза. Вот сейчас еще один момент будет. Вот как надо выгрызать победы. Такие моменты, они не то что украшают игру, они показывают уровень цену, которую команда готова заплатить за тульную победу. Как раз этой цены, готовность платить цену за победу, за очко, за то, чтобы твоя команда поднялась, сегодня я не увидел у трактора и не видел ее на протяжении всего сезона. Это уже в общеобъединяющей роли, в общем, в коллективе. Насколько проблема сейчас у Андрея Николишина, которые ему предстоят решать, поскольку одна от другой зависит. После матча мы позвонили Сергею Гомолякову, вице-президенту Челябинского трактора, и поинтересовались его общим положением дел в Челябинском клубе. И в частности спросили, не переживают ли в тракторе, что вот как-то слишком много Белоусовского на данный момент осталось, что пока не очень работает. Давайте послушаем, что ответил нам Сергей Юрьевич. Ему досталось, как и всем нам, наверное, не очень хорошее наследство, поэтому Андрей вместе со своим тренерским штабом, в частности, мы тоже пытаемся помочь вывести команду из психологического и физического состояния плохого. Поэтому, в принципе, дела идут и трех, команда начинает показывать более-менее хороший хоккей. Смотрю, сейчас смотрел эти игры и смотрю постоянно и говорю, ну, это, в принципе, да, я, знаешь, как называю, иногда Белоусовщина. Им сейчас тяжело отойти от этого, их надо, наверное, чуть дольше дать им времени, чтобы они отошли от этого. Хоккей немножко поменял, и те с кеми валились. Одни, наверное, уже, ну, наверное, чуть-чуть приустарели, поэтому ребята, я думаю, привыкли к новым требованиям Николишина, и будет все нормально. Это был вице-президент трактора Сергей Гомоляка по телефону, вот о том положении, в котором сейчас находится команда. Ну, вот, видишь, говорит Гомоляк, что еще вот какое-то время нужно трактору для того, чтобы ситуацию исправить. Ну, безусловно, нужно, ошибки были летом допущены, и вот как раз, наверное, одна из главных, да, то, что вот тех ребят, а это костяк команды, которые играли при Белоусов, или играли успешно, играли в такой романтичный хоккей, наверное, не тот, который сейчас задает тенденции, ну, такие силовые, агрессивные. То есть эти ребята не могут, да, и им сразу сказать, вот сегодня ты играл горизонтально, а завтра будешь играть вертикально, и все бегут, и здесь борьба. Наверное, это, во-первых, не все и могут, а, во-вторых, это еще одна из тех проблем, что невозможно переучить уже сложившихся мастеров играть в такой вертикальный хоккей. Здесь вот к моменту построения вообще и дальнейших выводов по поводу того, как строить команду, которая будет надолго. Ну что ж, еще у нас две команды сегодня есть, которые встречались друг с другом несколько назад, и это был первый матч Владимира Крикунова после возвращения на пост главного тренера Нижнекамского «Нефтехимика», и тогда удалось Нижнекамцам одержать победу над Югрой, и вот сегодня очередная серия этого противостояния состоялась в Нижнекамске. У Югры сегодня не играл Барри Браст, который провел первый матч и сразу же получил какую-то травму, так что пока его нет. Ворота защищал Степан Горечевский, плюс ханты-мансийцы добавили в состав молодых игроков Александра Дельнова, Павла Варфоломеева, и открыли счет довольно быстро. На четвертой минуте отличился Илари Меллард броском от синей линии. Магогин Гусев, у него в ассистент. Да, вот так же в первом периоде эпизод здесь, один из Альшевских попадает под силовой прием, и дальше вот такая драка здесь развивается. Брат за братом. Ну да, да, Станислав Альшевский. Вот мы здесь его видим в драке с Алексеем Пепеляевым. В итоге обоюдное удаление получают Пепеляев и Альшевский за драку, обоюдное удаление Пепеляев и Березин за грубость, и плюс Пепеляев еще две минуты за толчок клюшкой. И в этом большинстве нефтехимик забивает бросок к тему Эронина, становится результативным. Драка один из ключевых моментов в этой игре, и мы это увидим дальше. Эронин реализует численное большинство за наказание Березина. Да, ну Березин тут как бы за Пепеляева все-таки, да, потому что Березин – это человек, который в общей куче был, а Алексей Пепеляев непосредственно человек, который собрал все эти штрафные минуты у Югры. А в первом же периоде еще один момент, 17-я минута, Тим Степлтон здорово поставляет клюшку под передачу от Дэна Сэкстона. Хорошая, быстрая контратака, и ситуация 2 в 1, с одним догоняющим. Мы видим, что не успевает игрок Югры помешать Степлтону реализовать свою попытку. Фрагменты второго периода – это его самая концовка, последние минуты, еще одна атака, все то же звено на площадке у нефтехимика, и все тот же Тим Степлтон становится автором третьей для нефтехимика заброшенной шайбы, и счет 3-1 под занавес второй 20-минутки. Очень горящий Степлтон в четырех последних матчах, 3-3, и ожидать, ну, можно ждать от этого нападающего и дальнейших чудес, а нефтехимика, нефтехимику очков от такой успешной игры. Ну да, нефтехимик сегодня выиграл, опять они обыграли Югру, которая так немного удивляет. Ну, понятно, что травмы бывают у всех, но... Не странно ли его купили? Ну, вот это, кстати, да, это важно, да? Насколько он прошел проверку, да, медицинскую, поскольку это важный аспект, прежде чем подписывать контракт и брать игрока, необходимо выявить, ну, во-первых, обследовать его на предмет травм, поскольку у многих игроков есть старые болячки, и, ну, если... Была ли проведена такая работа, вот, касаемо вот этой покупки, я не знаю, но я просто говорю о том, что не очень было бы приятно, если они купили, ну, вратаря, ну, довольно-таки дорогостоящего для них, и он сразу выпал на долгий отрезок. Да, действительно, это обидно, но вот пока сегодня играл Степан Гречевский, когда Бори Брата вернется, пока непонятно, наверное. Ну, и давайте дальше отправляться в Санкт-Петербург. Там СКА, находящийся в стадии запланированного спада, да, как-то так это было названо, об этом мы узнали после поражения от московского «Динамо», ну, а сегодня в Санкт-Петербург приехала другая «Динамо», «Динамо» из Минска, которая тоже сейчас имеет серию поражений, СКА после двух поражений, ну, у минчан их еще чуть побольше, и вот сегодня две команды соревновались друг с другом и пытались прервать черную серию, каждая сама для себя. У СКА сегодня довольно любопытный состав. Сегодня не играл Патрик Торресон, и сегодня не играл Евгений Додонов, поэтому Панарин переместился в стройку с Червенкой и Мортенсоном, а Тихонов вернулся в звено к Ковальчуку и Джиме Эриксену. Вот такие перестановки, и также не забываем, что нет по-прежнему Белова и Чудинова в составе у питерских армейцев. Первая заброшенная шайба здесь была замечена нами во втором периоде, но и не только нами. Александр Матерухин становится ее автором, и «Динамо» Минска играла в этот момент в большинстве. Не без ошибки Иванникова, бросок из-под рукавишникова, дали время, пространство, Матерухин реализовал свою попытку. СКА отыгрывается довольно быстро, и вообще этот отрезок матча получается самым ярким, самым результативным совершенно точно. Вот так СКА сравнивает счет Джиме Эриксон, автор гола, но мы видим, что в принципе были шансы вытащить эту шайбу, но так чуть-чуть не получилось, чуть-чуть не удалось. Сложный по исполнению гол в дальних рук после паса для Ковальчука. Чуть позже, буквально здесь проходит около двух минут, и Артемий Панарин, его великолепный бросок в девятку, счет 2-1. И мы видим, насколько вовремя Панарин въезжает в зону среднего Питака, и насколько точная передача от Мортенсона на круг бросок в ближнюю девятку. Ну а вот здесь, опять же, совсем немного времени прошло, там даже минуты не прошло, и вот такой привоз, наверное, нам так это называть, потери шайбы в собственной зоне Эриксон на Ковальчука, и третий гол мы видим в исполнении армейцев. Счет 3-1, таким образом, после двух периодов этой встречи, и в третьем периоде минчане продолжают бороться, и команда оказывается в большинстве. Здесь Рясинский получает двигатель за задержку соперника Клюшкой, и динамовцы, опять же, в большинстве свой момент используют бросок, и Райан Вески, автор этого гола, счет 3-2. Отличная реализация, работа на Питаке, и мы видим, как Вески после броска сходу, и помеха на Питаке, и очень сложно было Иваникову справиться с этой ситуацией. В итоге счет 3-2, и становится окончательным в этой встрече. Здесь в концовке, понятно, пустые ворота, и попытки армейцев еще одну шайбу отправить в пустые, но не удается поразить цель, и в итоге так команда и заканчивает матч со счетом 3-2. Но мы видим, что эти попытки раз за разом, да, то есть они не попадают в эти пустые ворота, при том, что игра-то в разных составах проходит, то есть здесь нет удаления, и, соответственно, каждый промах – это проброс, да, но, тем не менее, эти броски и... неточные броски, но, тем не менее, счет не меняется, и Минска и Динамо, тоже находясь в зоне соперника, не получают возможность сравнять счет в матче. В итоге 3-2, СКА одерживает победу, так что, я не знаю, вот этот спад запланированный уже, наверное, закончился, да, раз сегодня выиграли. Ну, я, наверное, думаю, что уровень игры СКА и уровень спада СКА, наверное, не стоит оценивать по его соперничеству с Минском, да, все-таки я бы отталкивался от игр с прямыми конкурентами, вот последние игры были сложными, и последние с московским Динамо, и там вот тот спад был вот виден налицо, да, и цена, где цена ошибки велика, сегодня цена ошибки была не настолько велика, и не раз те же минчане не наказывали за те допущенные ошибки, допустим, авангард или московская Динамо за те ошибки наказывает, и мы говорили об этом не раз. Что касается спада, то здесь, наверное, стоит учесть тот момент, что в этом сезоне несколько иначе построены вот эти паузы, да, когда раньше была возможность брать передышку 10-дневную в Евротуре, и у тренеров была возможность в эти окна сделать еще какой-то один подготовительный этап, поддерживающий этап. Сейчас такой возможности нет, тренерам необходимо по ходу игры корректировать. Получается, тренеры оказались не готовы к тому, что у нас чемпионат по-другому проходит теперь без пауза? Я не думаю, что тренеры остались не готовы, просто у них не было возможности нагрузить команду, когда это было необходимо сделать, или как-то, или дать возможность отдохнуть в этот период. И в ущерб, даже, может быть, некоторым очкам, да, в ущерб какой-то дальнейшей игры, поскольку УСКА за баз большой, да, они нагружали той работой, которая, в принципе, не свойственна, да, в этот период времени. И, наверное, об этом говорил Игорь Захаркин в интервью, когда говорил, что мы сейчас провели большой объем работы в те шесть дней, которые у них были в паузе. И вот именно эта работа должна дать результат в дальнейшем. Что касается всех других клубов, то необходимо, наверное, учесть, что это необычный момент в чемпионате, когда пауз нету, и теперь планировать или выбирать тот или иной рисунок игры, или ту или иную интенсивность игры задавать с учетом тех возможностей, в которых в данный момент находится команда. Вот что я хотел сказать. Я бы хотел еще один момент заострить. Вот СКА, это 28-я игра была, 9 из них были только с конкурентами и командами, которые, ну, действительно претендуют на чемпионство в этом сезоне. 16 очков они набрали в этих встречах и 11 потеряли. То есть очень близко, да, очень равная идет борьба. Я бы хотел заострить внимание на тех ребятах, которым нужно добавлять в этих играх. Тот же Тихонов, Червенко, Додонов. Тихонов 2 плюс 1 в этих 9 играх. Ну, Тихонов, наверное, и весь сезон пока такой тоже не самый, да, в сравнении с прошлым. Но, тем не менее, именно в этих играх они должны выдавать все на гора. У Червенко 1 плюс 2 в этих 9 играх. У Додонова 2 плюс 2 с учетом того, что 3 очка он набрал в разгроме 7-2, когда были. То есть, но есть ребята те же Ковальчук, Панарин, Торосон, которые регулярно набирают очки как в матчах с теми прямыми конкурентами, так и в играх с середниками и командами-аутсайдерами. Здесь необходимо всем подтягиваться, поскольку оценка для СКА, ну, оценку для СКА, во-первых, будут давать по весне, во-вторых, необходимо готовить себя к этой весне, а готовить необходимо через качественную работу в играх с теми соперниками, которые имеют достаточный уровень для того, чтобы составить конкуренцию именно в плову. Ну, таким образом, сегодня три матча состоялось, и о каждом из них мы успели уже поговорить. Завтра в календаре континентальной хоккейной лиги игр больше, и мы хотели бы небольшое внимание заострить на матче в Новосибирске. Там Сибирь после шести побед подряд против Акбарсов, который тоже здорово проехал Дальний Восток, потом еще одержал победу в Новокузнецке. В общем, битва двух команд, которые сейчас горячи. И прямо сейчас давайте мы посмотрим большое видео с тренировки, Казанского Акбарса, который уже там, в Новосибирске, и получим благодаря этому некое представление о том, что же там происходит и как казанцы готовятся к завтрашнему матчу. Почему не будешь говорить, Дим? Я все равно все сказал. Нет, а ты весной здесь, в Новосибирске, все сказал? Нет, весной нет. Сегодня? Завтра? Следующей весной. За прошлую весну будет реваншистское настроение завтра? За бой или ужин? Что было-то в прошлой весне? Вы что-то в плыве в неудачу с ним сыграли. Да? Не помню. За бой. Какие вещи, что-то, обычно быстро пытаемся забыть. Что скажешь, завтра будет реванш за прошлую весну или... И что говорить-то? Надо выходить и доказывать. Делом. Делом. Это Евгений Медведев, Александр Бурмистеров и другие игроки Акбарса готовящийся к завтрашнему матчу против Сибири. Спасибо Сергею Малимонову из пресс-службы Акбарса за вот это видео, которое нам здесь какие-то такие, может быть, тайны не открыло. Но, тем не менее, небольшая зарисовка о подготовке казанской команды к завтрашней игре. Сибирь, в свою очередь, тоже продолжает готовиться к матчу с Акбарсом. Ну и успевает найти время еще для некоторых социальных акций. И, в частности, на этих выходных в гости к хоккеистам приезжали дети и родители из ассоциации «Интеграция», которая занимается помощью слабовидящим и незрячим людям. Давайте видео из этого, вернее, видео с этой акцией тоже мы посмотрим и порадуемся за тех людей, которые принимают в ней участие. 14 ноября в гости на тренировку к хоккейному клубу «Сибирь» пришли дети и родители ассоциации «Интеграция», которая занимается помощью слабовидящим и незрячим людям. В ходе мероприятия дети вышли на лед ЛДС «Сибирь» и пообщались с игроками главной команды. Это одна из форм общения – потрогать, пощупать. Не увидеть, но услышать. Не увидеть, но ощутить. Это здорово, когда идут навстречу. Очень понравилось, очень воодушевило. Очень приятные люди, правда. Команда приятная. Андрей Владимирович очень хороший человек. Он катался с моим сыном. Это здорово. Это первый человек, кто подошел к Юре сегодня. Это здорово, это правда здорово. Редактор субтитров А.Семкин Вот такая акция, которая состоялась, на самом деле, еще 14 ноября. И «Сибирь» после этого матча уже успела отлежать победу над автомобилистом. Так что, видите, эта акция помогла не только детям и родителям, но и самим игрокам тоже, которые наверняка зарядились какой-то положительной энергией. Но прямо сейчас хотим еще об одной теме поговорить. И хотим вернуться к теме сборной России и поддержать нашего коллегу Александра Ткачева, комментатора ВГТРК, который подвергся довольно жесткой критике со стороны сборной России за свой комментарий матча «Россия-Швеция» на Еврохоккей-туре. И об этом мы сегодня поговорим с журналистом, автором и ведущим программ «Держи передачу» с Алексеем Шевченко. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Алексей, я знаю, что вы встречались с игроками сборной России, которые вернулись уже из расположения сборной, и всем задавали вопрос относительно Александра Ткачева, относительно того заявления, которое сделала сборная России. Зачем вы это делали? Алексей, расскажите. Я был на чемпионате мира, когда мы выиграли с Белеридиновым, и команда жила рядом со стройкой стадиона. Там постоянно ремонтировали, был грохот. Я вообще не слышал, что ребята жаловались по этим пустякам. И какие-то моменты, хоккеисты вообще редко жалуются. А по поводу комментариев меня это просто возмутило. Я знал, что хоккеисты не могут смотреть, слушать комментарии. Я знал, что никто им звонить не может во время турнира, тем более какие-то болельщики мифические. Там же жены, жены. Жены, болельщики, родственники, жены, болельщики. Да никто им не звонит в это время, когда они играют. Там три матча, там не до разговоров. Я просто пошел выяснять. Причем я начал выяснять сразу же во время Евротура, но только вернулись. С кем-то созвонился, узнал. Никто мне не подтвердил. Я решил просто записывать на камеру, чтобы мне четко говорили, кто-то возмущался или нет. Но и выяснилось, что вот у меня шесть человек записаны на камеру. С шестью еще поговорил я по телефону, но их имена я не буду называть, потому что от Ларина не буду отличаться. Они вообще про это не знают. Это выдумка. Зачем Ткачева подставлять? Зачем делать из хоккеистов нытиков? Они никогда не ноют по такому поводу. Отель был не очень хороший, согласен. Но они так, ну был отель не очень хороший, и что? Никак не влияло. Вот, собственно. Давайте посмотрим небольшой отрывок как раз из программы «Держи передачу». И посмотрим, как игроки реагировали на вот эти самые вопросы относительно комментатора Александра Ткачева. А что вам в сборной-то все не нравилось? Зачем вы письмо подписали по против Ткачева? В смысле? Ничего не подписали. То есть в руках? На каком письме ты говоришь, я не знаю. Мне говорили, что игроки сборной, нам говорили. Игроки сборной недоволен. Кто сказал там? Вы спросите. Тебе звонили по поводу сборной? Ну уж по поводу комментариев Ткачева, на карьеру капку и жаловались на его комментарий? Да нет, вообще никто не знает. Ткачева, какие претензии имеете? Комментатору Ткачева. Не, но говорят, что вам звонили после матча со Швецией, и вы открытое письмо писали? Нет, такого нет. Ну вот такая реакция, если кто-то не узнал, это Сергей Андронов, Александр Радулов и Александр Кутузов. Кутузов не говорит журналистами. Представляете, насколько я его... Он не считает, видимо. Программу «Держи передачу». Он, да, видимо так. Ну вот если игроки таким образом реагируют, если они ничего об этом не знают, откуда тогда вообще вся эта история взялась? Мы можем как-то себе это предположить? И в чем смысл? У меня нет ответа. Я вижу, что просто какая-то... Ну или человек, хороший пресс-таше, он невидим. И знать его должны только мы. Потому что там в каких-то моментах работать. Человек просто выставляет себя, хочет, чтобы он там показать свою значимость какую-то. Хотя я знаю, что и хоккеисты с ним не особо разговаривают. А Олег Знурок вообще советует ему подальше держаться от него. И... Ну, мы это знаем, да. Вот я вот об этом в программе, допустим, говорю. Сейчас об этом сказал. А люди, которые читают газеты, да, они не в курсе этих событий. И вот он пишет. Вот такое вот он сделал из ребят действительно каких-то слезоточивых. Я даже планировал, я сначала думал, что это правда, планировал привезти на следующий день открытых дверей мягкие игрушки, чтобы там раздарить хоккеистам. У меня просто у сына зубы резались в этот момент. И он меньше плакал, чем они, судя по пристрелизам. Но вот к счастью, к счастью, это неправда. Потому что никаких претензий, никаких вопросов нет. По организации, по комментариям, по каким-то еще делам. То он в 5 утра Ковальчику расписание сообщает. В общем, выдумки, конечно. Нездоровая обстановка создается. Это на чемпионате мира обязательно проявится. На Кубке Первого канала это будет, но на Чемпионат мира это еще будет серьезнее. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Будут ли какие-то новые заявления, может быть, во время как раз Кубка Первого канала, во время следующего этапа, когда сборная России... Море теплое, да? Ну, как пойдет, как пойдет. Посмотрим. Давайте вернемся к тем матчам, которые сегодня были сыграны. И традиционно, как всегда, выберем лучший момент дня и назовем лучших хоккеистов. Алексей, ты тоже можешь участвовать, раз уж ты... Я смотрел все две с половиной игры. Замечательно. Ну, и лучшим моментом дня мы сегодня обозначаем момент, который в Санкт-Петербурге состоялся. Это гол Артемия Панарина. И называем мы его лучшим. Почему? Потому что Панарин сделал несколько правильных действий в одной смене. Итогом которого стало подключение на ближний пятак, точная передача от Мортенсена. Ну и красивый по исполнению, по сложности бросок. Да, действительно, бросок в самую девятую, в ближний угол. Я не знаю, можно ли фартеры... Важный гол сейчас стал 2 в 1 после того, как команда выступала. 0 в 1. Два быстрых гола подряд от Эриксон и от Панарина. Это ситуация, которая перевернула игру и пошла. Потом игра пошла по сценарию уже питерских армейцев. Да, это лучший эпизод сегодняшнего дня. Ну, а лучшие хоккеисты сегодняшнего вечера, тех трех матчей, которые остались, они выглядят таким образом, и они перед вами за нашими спинами. Здесь мы называем Тима Степлтона, нападающего нижнекамского нефтехимика, который забросил две шайбы сегодня в игре нефтехимика и Югры. Это Антон Шейнфельд, нападающий Лады, отметившийся голым и результативной передачей. Ну и вместе с ним назовем Илью Ковальчука. Гол плюс пас в игре питерских армейцев против Минского Динамо. И, кстати говоря, это победная шайба. Гол номер 3, победный гол. Это все тоже авторство именно капитана питерского клуба. Прервал Илья свою серию. Безрезультативную 4 матча она продолжалась. Степлтона, как я уже напомню, 4 игры и 6 очков. Это блестящий результат, показывает стабильность на протяжении этой недели. Ну и тот же Шейнфельд, который в четырех играх 3 плюс 1, в тот период, когда Лада набирает очки, важный для нее период. Молодой парень становится один из зачинщиков этой истории. Алексей, у вас есть какие-то свои сегодня любимчики? Да, я сегодня выделил бы Ярослава Ольшевского, который вступил в бой за своего брата. Причем, насколько я помню, у него все драки только за своего брата вступают. Он сам не дерется особенно. Если другие игроки, не брат, тоже не дерется. Нет, нет, нет. Если брат, но они все время выходят в одном звене. Если за брата, он, по-моему, все свои штрафные минуты набрал. Он вступился, показал команду, убедил команду, что все готовы биться. Крикунов сегодня видели, какой был на скамейке. Я таким его никогда в жизни не видел. Он носился по скамейке еще быстрее, чем некоторые хоккеисты. Югры уж точно. Соскучился. Соскучился, да. У него Попихин теперь помощник, вы если заметили, да, что шансы на выход в плов немножечко, конечно, чуть-чуть снижаются. Но Ярослав Ольшевский, он показал, что он там подрался. Может быть, проиграл, это уже неважно в таких моментах. Хороший тон. Хороший тон, правильный тон, правильный посыл. Неважно, брат за брата, но в этом случае особенно было важно и характерно. Хороший тон в любой лиге, в любой команде, когда ты по правилам применяешь реакцию на неправильно произведенные соперникам действия. Это хороший посыл всей команде. И мы видим, как это сыграло сегодня на руку нефтехимиков. Ну, действительно, сразу забили в том большинстве, да, ну и потом еще две шайбы, которые принесли победу. Завтра матч чуть более насыщенный, завтра день чуть более насыщенный, семь, сколько, шесть, да, шесть матчей завтра в календаре континентальной хоккейной линии есть. И вот какие это встречи. Начинается все в час дня по московскому времени. Адмирал принимает у себя Мудлитогорский Металлург, который после трех поражений, что очень любопытно, может быть, Сибирь-Акбарс. Вот матч, о котором мы уже чуть-чуть поговорили. Слават Илаев у себя дома против Бориса. Торпеда Витязь, Атлант Слован. Вот те встречи, которые завтра предстоит нам посмотреть. Кроме Акбарс в Сибири, да, то, что мы видели. Слават, конечно, будет. Важнейший матч после вот этой пощечины. И приезжает злой Борис со звеном мастерским. И плюс мы знаем, что трорицы в Славатии и Лаеве не совсем хорошие вещи. Я не знаю, завтра очень важную матч будет. Мне кажется, что если они проиграют, то могут уже последовать какие-то выводы. Возможно, возможно. Посмотрим. Но мой фаворит торпеда Витязь. Игра Витязя подкупает. И я говорю, я вижу их на протяжении долгого времени. Вижу эту стабильность. И мне хочется смотреть на ту игру, которую показывает команда Ореховского. Ну что ж, посмотрим, как это все будет завтра развиваться в эфире каналов КХЛТВ и КХЛТВ HD. Смотрите матчи. Ну а затем вечером подводим итоги здесь, в этой студии и обсуждаем все самое интересное. Сегодня на этом все. Алексей Шевченко, Александр Байков, Андрей Вертаев. Спасибо вам за внимание. И до завтра. До завтра. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова